Всех приветствую на своем канале. Это будет видео продолжение. У меня была такая рубрика Моя коллекция чая. У меня коллекция чая уже очень сильно пообеднела В сравнении с тем, что было год два или три назад Но все же что-то еще осталось. Я тут разбиралась и нашла остатки бывой роскоши Баночку из-под чая японского И еще чуть-чуть самого этого чая Возможно, все-таки будем надеяться, что он японский Сделанный японцами или что-то вроде Но уже не из этой баночки В общем, этот чай у меня даже заваренный Тут я его усиленно пью Сегодня еще с ранней поделилась У меня буквально совсем чуть-чуть осталось Может, если и каждый день пить, то, может, на неделю еще хватит В общем, этот чай геммантя Или же геммантя, как его в основном рашки называют Соответственно, это основа чая В основном или сэнтия Нашу сэнчан Что приятно более... Классический такой вариант, то, что в рашки обычно называют сэмчан Но, в общем, сэнтия или байтя В основе И, соответственно, жареный коричневый рис Вообще, по легенде, как легенда гласит Вот, кстати, он у меня уже тут третий заварки Соответственно, он уже более-менее такой прозрачный И забегая вперед, рисинки я тут уже почти все захавала В общем, так вот, вот так пока было видно Такая баночка японская Про нее я тоже расскажу В общем, были такие бедные японцы Нечего им было кушать Но был у них рис И был у них чай И они решили, что можно кидать, допустим, рис в чай жареный Ну, и, соответственно, вообще в Японии, по-моему, считается до сих пор напитком таким Вот, если вы хотите перекусить, но особо у вас нет времени Или что-то приготовить или что-то такое Ну, в общем, такой более-менее сытный супчик Супчик чай, да И принято, когда вы выпьете этот чай Слопать все рисинки Иначе вы обидите тех Из дальнего-дальнего прошлого Бедных японцев, которые, чтобы не голодать Лопали этот чайчик В общем, такая у меня баночка Первый раз я когда ее попробовала У меня баночка такая Вот в ней уже, конечно, давно уже не этот Не чай Тут вот такая еще крыточка была И тут был такой пакетик Пакетик бумажный Бумажный пакетик у меня где-то на глубине сибирских руд В этой моей тумбочке лежит Кстати, тут у меня вообще сейчас флоксы находятся И очень так термоядерно ощутимо пахнут Ну, про них я как-нибудь в другой раз так скажу Это, в принципе, ближе все-таки к траве коллекции Относится ли к траве, да К траве, которая травушка-муравушка Не та, которую вы могли подумать Свою извращенную моду Вот такая баночка Тут было 30 грамм этого чая И как обычно бывает с каким-нибудь новым чаем Для меня Вот лично для меня Не знаю, как для вас Да, кстати, снимаю При свете днянов Спиной практически камера стоит Лицом, можно сказать Ну, там мне кто-то просил Дневной свет Сейчас зима В России В средней полосе И у меня тут якобы дневной свет Ну, в общем, не обессудьте Что хотели, то получили В общем, ладская баночка была Там 30 грамм Такая вот крышечка Ну, в общем, вообще был пакетик В ней Пакетик был бумажный Внутри бумажного еще какой-то пакетик был Возможно Ну, может быть, сюда Ну, обычный такой пакетик Который обычно что-то кладут И вот по типу такого даже И, соответственно, там была вот эта крышечка И уже под конец была вот эта девочка Шапочка Вот так вот И, соответственно, мне его привезла Из Японии, естественно Моя тогдашняя Ну, мы до сих пор с ней общаемся Моя великовозрастная подруга Теть Валя Валентина Сергеевна Ну и Дофига она у меня старше И 79 лет ей, короче Уже стукнуло Если у меня 33 То На 46 получается она у меня Старше лет Короче говоря Наездила в Японию Это года 4-5 назад было Я не помню точно И привезла всем сувенирчиком Мне там всякие конфетки Еще привозила японские Вот такой чай И сначала я его заварила Фу, блин, мне понравилось Что с ним делать, какой пить Второй раз заварила Тоже как-то не прониклась И только последняя такая Вот последний раз осталась Я поняла, что О, какой классный чай А потом мы с Машкой поехали в Кострому Катц в 2012 году И я там В Костромском рынке Я увидела вообще Такой, я не знаю Жив ли он Этот магазинчик Там что-то такое Чайное было на рацион Я думала, что Просто чайное Какой-нибудь кафе Зайдете, чаю попьете, да? У меня подружка Моя Машка Пошла гулять по этому рынку Костромскому на 2 часа Надеюсь, вы сидите Лучше вам сесть А Лёля Чуть-чуть этого чая Ему 2012, да? Значит, ему 5 лет Он еще ничего Я его пила Еще живая Ну, в общем, вот он тут такой Он тут буквально совсем Но тут еще добавлен В общем Попкорн Это русский вариант Видимо Ну, была эта чайная компания У меня пакетик уже не сохранился Русская чайная компания Которая решила Что туда надо добавить попкорн Я подозреваю, что Вообще он назывался Китайская гельманча И я подозреваю, что Делали это в Китае Раскитайская И, соответственно Ну, конечно Оно вкусное Качественное Все такое Но Не оригинал Ну Слышно-то слышно Я не знаю, видно ли Я-то вроде вижу Вот как бы так Показать камеру Что оно было видно Ну, или вот Допустим Это блюдо Мне, кстати Блюдо подарила Наша режиссерша Там еще полотенечко было Я просто не стала Его обозревать Не сочтела нужным На тот день рождения Последний подарок был Который я получила Вот, сейчас, пожалуй Сюда попробую Это выспать Немножко Ну, и Чем оно отличается Тут есть палки Китайцы Фили Тут можно встретить Не только листочки Но и палки Считается все-таки Что если чай Зеленый Вообще чай Или черный Если в нем есть палки То он хреновенький Среднего качества Ну, в общем На троечку Вот такой чай Не знаю Видно, не видно Надеюсь, видно Переснимать Специально не буду Потому что В принципе Свет все меньше 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 Я даже не включала Ламбу В общем Тут у меня Китайская Генманча Здесь у меня Баночка Отдельно покупала Тоже В общем Был у меня такой Моразм, что я покупала Просто чайные баночки И здесь у меня уже Японская Это Генманча Все то же самое Он тут листик вытащила И она же у меня заварена Ну и в общем Как Я его назвала Чай с хлебушком У меня подруга Тогда, как отца Писала дипломную работу По Японии В общем Куда ни плюнь Везде с Японии Связана на что-то И соответственно Наверняка Знала И она что-то Такой говорил Вот он такой вкусный Но снова Она мне его Разрекламила И я наверное На последние минуте И прониклась Этим японским чаем Когда он уже закончился И соответственно Я его потом накупила Как всегда 200 грамм его купила Он у меня лежал Я его пила Пила, пила, пила Пила И он чуть-чуть Совсем остался И потом Я еще где-то Покупала В упор не помню Где может быть На ЧБ Может еще где-то Может в этом Китайском долголетии Где 6,5 тысяч На чай оставила В общем Такой интересный Вообще Вот его пьешь Пьешь, пьешь За коем Потом он надоедает И им уходит Ну и считается Таким сытненьким Как если В Википедии Или еще куда-то Залезти То там кажется Или одна калория На 100 грамм Или что-то такое Но Как минимум В этом стакане Одна калория жива Так что Если вы худеете То лучше не пейте Этот чай Потому что Чтобы не обидеть Няшных японцев Придется потом Эти рисинки Сожрать Ну скучно Да Ну можно конечно Не есть Это не принципиально Если вот в чашки Завалил То они просто В рот попадают С МПС Когда глотаешь Сложно так вот пить Чтобы они не попали По крайней мере У меня так не получается А в чайнике Ну конечно Из заварочника Они не выльются В общем чай с хлебушком У меня наверное Был такой Очень сумбурный Обзор Хоть я Вчера его еще Планировала Снять Но стала разбираться В барахле В результате И вспомнила Про записи Видео уже Когда сил просто не было Тут у меня даже Была шпаргалка Но я на удивление Помнила Да Кстати Заваривается он Я даже соблюдаю Эту традицию В традиции Он заваривается В 85 градусов Вода должна быть Температуры Ну а как дела Он у меня Допустим Чайник уже Скипел Да У меня остыл Я сейчас Грела И я понимаю Что еще чуть-чуть И он закипит Но я не знаю Как вы Но я иногда В основном Уже чушь По звуку Еще что-то Он еще чуть-чуть И закипит Я снимаю с огня И заливаю Ну и настаиваться 3-5 минут Следующая заварка Уже соответственно Конечно Подольше настаиваться Если в чайнике В чашке То конечно Такого не получится Потому что Вот я подливала Подливала Тут у меня где-то На 1 треть Эти листики плавают Там где-то В глубине этих листиков Еще немножко Ричка осталась Ну в общем Он такой Мутноватый Зелено-желтый Можно так сказать Вообще Очень вкусный чай Если вы фанат чая Ну или хотя бы Просто иногда любите чай Вообще любите чай Пьете чай Любите какую-нибудь Такую непонятную муру То я вам Такой чай советую И не забудьте Потом слопать рисик В общем Если вы досмотрели до конца То я рада А да Я недавно читала статью Наверное Надо было и прочитать Когда я только начала Это Спинка Аленки Вести этот канал Канал в плане Как канал Да В общем Если вы поставите лайк Этому видео То мне будет Очень приятно А если вы еще И подпишетесь На мой канал То будет приятно Удвойне Огромное вам спасибо За просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok